приветствую народ сегодня мы поговорим о этом нет от этом мы будем разговаривать в следующих видео сегодня мы поговорим о настройке коптера но это будет видео для совсем начинающих так что поехали настраивать так прежде чем нам начинать устанавливать коптер нам надо установить драйвера на компьютер драйвера находится вот по этим ссылкам мы заходим я их уже скачал я их приложу также в папке и к описанию к видео читаем описание находим так там здесь находится вот такие нам три папки устанавливаем драйвер сначала для порта у меня 64 устанавливаем новые классическая установка драйверов далее 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 устанавливаем драйвер вот этот это от stm windows xp обновлю его так как у меня он стоит уже это драйвер но сделаю так финиш потом вот здесь есть такая программа называется задик запускаем от имени администратора теперь на полетном контроллере зажимаем кнопку дефил и подключаем к усыбе у нас появляется это и инсталируем драйвер и запускаем драйвер все драйвер установлен теперь можно прошивать полетник подключаем наш коптер идем во вкладку фирмы airflash находим прошивку нашего полетника fireworks версия 2 идем так как мне четвертая версия пока не заходит я ставлю 2.3.0 здесь выставляем full чип и рейс короче растирать все вот здесь нажимаем ват онлайн он будет загружать онлайн и вот всегда написано что у нас в этой версии какие новшества в вики айнава там все то же самое будет написано прошиваем нажимаю цена flash firmware firmware он заходит в дефил и начинает прошивать сейчас он написано и racing стираются и разинга рейзинг но теперь flash он прошивает этот за перезапустился теперь соединяем его и вот он сразу нам предлагает мини квад что выбрать сюда заходим сейчас он должен перезагрузиться вот он перезагрузился и вот обратите внимание многие спрашивают почему моторы не крутят еще что то тут закрасно написано что пвм выходы отключены мы до них доберемся первое что я всегда делаю это я калибрую вот здесь идем сразу во вкладку а челерон это калибрайт он спрашивает нас вы точно типа хотите калибровать но конечно хотим и еще раз нажимаем калибрейт и он пишет processing видите он сразу коптер лежит ровно вот это у нас ok теперь коптер надо перевернуть прям критично вот так чтобы вот точно выводить калибровать там многие говорят что страшно ничего не страшного нет можете приблизительно калибровать потом это все подгоняется триммерами положение его ставим на бок ставим вниз ставим вверх пока он видите показываю что вверх у меня низ это потом надо будет развернуть сам полетник я покажу как где-то разворачивается и все вот мы откалибровали дальше мы нажимаем не забываем никогда нажимать save in reboot чтобы сохранить это все идем в миксы откалибровали мы в миксы мы сразу выбираем коптер выбираем save in reboot и вот он сорвали тут есть один момент на 2.3.0 вообще на любом айнави опять возвращаемся в миксы в битоплай есть возможность вот видите на картинке вот здесь реверснуть моторы то есть чтобы они в обратную сторону крутили здесь такого возможности нет но можно не немножко обмануть то есть мы проб и вот проб я предпочитаю что проб и все крутились на улицу всегда то есть от центра сюда почему потому что когда вы падаешь туда-сюда что ветки в экране попадали но говорят спорный тоже вопрос что лучше летать но я делаю так чтобы это заворачивать война и нам надо вот здесь поменять по яву яв это у нас движение вот это коптера чтобы дальше не повторялся вот это у нас ролл это пичка это яв нам по яву надо поменять где отрицательный сделать положительно где положительно где отрицательный прямо на клавиатуре стираем единички минус 1 ставим единички а вот сюда вбиваем минусы также сохраняем и перезагружаем что нам это дает это так как у нас моторы крутятся наоборот такой наклон без разницы мотор и давление они не поменяют а чтоб разворачиваться именно по яву нам надо сделать реверс миксов идем вот сюда выход вот это как раз надпись pvm output дизельная вот она как раз и говорит что надо здесь включить то есть мы включаем у меня регули поддерживает дешет все подряд но я 300 мне хватает и также нажимаем сальварить и ребут еще раз извиняюсь за мой английский я по английски не разговариваю только немного понимаю глядя на все эти надписи что куда тыкать так идем сай включаем сначала включаем коптер потом подключаю к избе идем в моторы опыт включаем моторы первый мотор он у меня крутится на улицу сюда включаем второй мотор он крутится вовнутрь включаем третий мотор он крутится на улицу то есть мне надо развернуть только второй мотор направление второго мотора выходим отсюда идем в bell heli заходим в bell heli нажимаем connect вот он у нас соединился с читаем с регулятором все настройки вот он пишет что подсоединил номер прошивки так сначала мы прошьем все 32 и 6 у нас последняя прошивка 32 и 7 нажимаем ok с 32 и 6 на 32 и 7 прошивает прошивает как шуя мотористка с города иваново вот у нас пишет стоять ok это он спрашивает оставить у нас ну оставить конфигурацию которая была или нет но мы еще ничего не меняли так что без разницы можете есть можете и если вы накатываете новую прошивку можете выбрать есть чтоб не направление тайминги все оставить вот нас спрашивает 2 мотор будем шить или нет нажимаем ok второй регулятор шлем второй регулятор так ok 32 с 3 ok yes шлем 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 ok yes теперь сейчас 4 последний вот мы прошили он посчитал все теперь у нас везде на всех регуляторах 32 и 7 новая прошивка так теперь сразу перейдем к второму чтобы не отвлекаться нам второй регулятор надо было развернуть вращение мотора вот он у нас два убираем все вот эти значки оставим только два мотор дирекцион направление мотора инвентируем реверс и нажимаем сюда врать сеттоп 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 окей теперь общее включаем все и общее я сразу предлагаю так вот это у нас изначает на старте когда резко долго сдаешь ускорение на старте чтобы не сразу все ну чтобы не моментально разгонять а какой-то задержка по и по чуть-чуть рампа так температуру protection можем оставить это можем оставить low voltage protection этот я всегда выключаю почему отключая на дальнолетах на гоночных я бы оставил скажем 2 и 80 это он понижает но не отключает полностью он просто понижает мощность чтобы они же этого не не шло а наверное пойдет но мощность не не так сильно будет а и на дальнолетах я отключаю потому что предпочитаю убить аккумулятор чем потерять дрон пусть летит current protection так как у нас регулятор с ограничением потоку защитой то есть если у нас мотор упрутся в землю или мы дадим резко газ такой что только что зашел зашкаливать будет он просто ограничить ток и у нас регуляторы на 25 ампер но максимально не 30 30 или 35 ампер на нагоночном бы я поставил также 25 ампер ничего страшного ну пиковый на дальнолете такие мощности не нужны поставим 20 ампер и и нам хорошо мотор дирекционно понятно дымок ладно это не нужно мотор тайминг тайминг можно поднимать особенно в гоночных это лучше поднять до 20 примерно это грубо говоря зажигание как в автомобиле то есть то есть катушка это в тот момент катушка подъезжает к магниту и в какой момент появится угол опережения в какой момент появляется напряжение на определенной катушке то есть или раньше или чуть чуть позже на гоночных с этим можно играться можно даже поставить 20 21 я ставлю это нормально работает на 16 стоковая пойдут такой потом сенсор карента это не обязательно можно потом откалибровать и сама май нави вот тут осторожным телеметрию вот эту надо отключать иначе у нас датчик будет бред полный показа задачи тока авто телеметрии это у нас минимальный газ максимальный газ средний газ это все оставляем к также как есть это уровень громкости на когда на включение понизить чтоб сильно не орал это биокон сигнал это орёт как пищалка чтобы он когда пищал то есть если вы не трогаете долго мотор и регулятор он и они начинают сами пищать можете поднять до 120 но хотя это кушает напряжение это через какой момент сработает эта пищалка вот это мы в фреквенции я ставлю до конца это регулятор хорошие они кушают эту частоту музыка нам не нужна и все нажимаем в right set все у нас прошилось теперь можно здесь же посмотреть направление вращения моторов включаем второе было поменять он первое так же наружу это третий это четвертый отполз нормально все все мы все сделали можно выходить возвращаемся к нашим попугаем к инаву инав 2.3.3 почему этот инав потому что я пробовал последний инав он что у меня первый косяк вылез во первых у меня не смог реверснуть моторы но это ладно это не горе то есть моторы только вовнутрь у меня мама крутится когда они крутились на улицу как я вам сейчас показал какие дела у меня он тупо сальто делал то есть вот так чпок как будто неправильно пропу стояли ну вроде не первый раз замужем пропу такая посмотреть я могу потом когда при возврате домой я не знаю что там они намудрили может я где-то накосячил пока надо разбираться при возврате давно то 100 150 200 метров мне стоит высота я ставлю снижение четыре с половиной пять метров в секунду включая вода домой снижаюсь он начинает со скоростью 5 метров в секунду спускаться сколько у меня стоит четыре с половиной пять метров коптер начинает попадать свои потоки воздуха входит в пропушек и останавливается и на везде я смотрю ускорение снижения 0 метров в секунду коптер успокаивается устаканиваться все вибрации и по новой начинает снижаться опять его раскачивают от пропушек от своих потоков воздуха и он опять останавливается то есть понять из 10 метров у нас высота ли 20 стоит еще как-то а когда летаешь горах у тебя поселали еще что-то не знаю там что случилось коптер возвращается из 200 300 метров он у меня будет так снижаться мне пока это не устраивает почему именно это я думаю потому что я отключил рпм фильтры которые они новые сделали и у меня это прошло ну и еще другое во первых рпм фильтрах я не увидел прям такую грандиозную разницу от динамических фильтров динамические фильтры неплохо работали и в 2.3 версии то есть не так как в предыдущих версиях надо было настраивать искать горы на графиках где это больше вибрации что покрывало просто поставил от 1 от сих до сих и он тебя сам ищет эти вибрации не париться вообще не надо я покажу чуть позже они отлично работали динамические фильтры они сделали рпм фильтры я разницы совершенно не заметил это не бетка не бетафлай в бетафлайте я вижу я когда первый раз включил рпм фильтры когда они выпустили там год назад по году назад я не помню я включил я увидел грандиозную разницу здесь эти рпм фильтры прям такого ощутимого результата панацею не дают так что смотрите вы сами принципе я помогу показать как и включать ну это я я себе пока не делал ладно вернемся к нашим баранам мы то есть настроили моторы чтобы они вращались нужную сторону теперь пресет вот здесь мы идем в пресет половину установок сразу со сами накинутся смотрим сюда виде моделька коптера наоборот крутится то есть вот так но все наоборот многие задаются вопросом какое у меня положение там акселерономика в плате или еще что-то там начинают по формам лазить ветки ну это все очень легко парни заходим вот сюда вот здесь видите где у нас нам надо по идее по яву его развернуть на 100 на 180 градусов то есть объясняю еще раз то есть он вот так на сделать наоборот вот так наоборот то есть если у нас будет жопа сюда перед туда ну на просто развернуть на 180 и у нас будет все отлично это физическое расположение самого акселя внутри вот здесь вбиваем 180 сейф и ребут советую сначала сделать это потом включить магнитометр компас вот видите все четенько реагируем кстати как откалиброван у нас датчик можно здесь также глянуть видите 0 и полтора градуса минус 1 и 4 и то же самое делаем с питчем вот они у нас нули но это с учетом что у нас коптер на столе и стол ровно лежит но видите уже даже 0 1 0 2 это не так много это можно все откорректировать и здесь потом уже в полете уже стиками на аппе отрегулируйте конфигурацию вот магнитометр нам надо включить авто выбираем потому что я не помню какой здесь магнитометр включаем или будем вот у нас магнитометр загорелся и вот теперь можно смотреть как он работает с магнитометром смотрите какой зихер получается я поворачиваю видите он съезжает я поворачиваю то есть я поворачиваю а он съезжает он не не наклоняется картинка это у нас магнитометр неправильно стоит то есть мы идем опять в конфигурацию и я не помню что тут было 90 по моему флип или 90 кв вот так по моему так было и методом научных ошибок подбираем наше значение одно по другой даже если вы не знаете какое вы должны попасть из этих одних вот эта кнопка резет она ничего не означает она просто картинку чтоб к нам жопой смотрела вот видите и он все равно поворачивает конфигурацию мне там что-то 90 было 90 флип и вот смотрим в этих положениях чтобы он адекватно не съезжал вот он не съезжает особенно в таком положении все так делаем если картинка нормально остается угадали и все парни идем в наши порты ward 1 у нас это rx это приемник сюда включаем map link для телеметрии ward 2 у нас smart audio вот он ward 2 вот здесь вот убираем его вот здесь вот сюда убираем теперь gps у меня был ward 6 сенсор gps все мы включили все порты так то есть повторяем вот это не трогаем ни в коем случае это usb именно ward 1 у нас идет на rx это у нас на crossfire на приемник сразу включаем моблинг чтоб на нем сидел на через потом tbs smart audio ward 2 ward 4 у нас с телеметрия это откуда мы будем снимать показания до тока ward 6 gps и вот так делаем итак переходим во вкладку конфигурации так идем это у нас чистота работы встроенного аппаратного фильтра гироскопа так как фильтр должен очищать и все ненужные высокочастотные шумы которые нам не нужны если у вас происходит разогрев моторов при полетах особенно на больших пропах то рекомендуется по понизить вот они говорят если у вас не греется то повысить до 256 дальше это чистота а это синхронизация луптаймов с гироскопом ее практика у меня выключена можно включить разница есть но полетайте посмотрите сами по вашим ощущениям и я и не пользуюсь потом дальше гироскоп task frequency это частота опроса гироскопа flight control loop time насколько у нас идут обновления пидов на общей сумме информации не только показания с гироскопа а вообще со всех стиков датчиков так вот здесь мы ставим 4 вот здесь мы тоже можем поставить 4 но разрабы пока советуют что на gps нестабильно так что многие говорят да давайте ставим полетит я предпочитаю сначала облетать чтобы ничего красным тут не горела без всяких предупреждения а потом будем уже экспериментировать так что у нас тут дальше вот это для чего я слышал на форумах иногда спрашивают для чего это так парни это тут же написано это детектор и вот если мы летаем постоянно на 1 на одном аккумуляторе там на скажем 4s 4 элемента мы здесь вбиваем 4s но можно поставить авто 0 это максимальный вольт вольтаж он 4 3 считает и минимальный когда батку вставляем он сам определяет и где у нас какой когда предупреждение о напряжении низком это у нас корректировать именно сам вольтаж если у нас неправильно показывает напряжение новости вот этим параметром мы регулируем это у нас ток мы к нему че дай позже вернемся потому что там надо еще перейти все его и включить датчик с регуляторов батареи копать копасти я это никогда не включаю потому что летаю на разных аккумуляторах мне это не надо и кто летает на одном и том же аккумуляторе но опять же есть спорный вопрос потому что через 10-15 циклов упорной работы аккумуляторы меняют свою емкость и но по надеяться на эти показания скажем здесь 1800 у вас батарея сколько процентов когда остается вы здесь также выставляете и критика лакопощита это когда уже уже все садится он будет пищать моргать сильнее ну мне это не надо дальше переходим с сериалы бус это обмен с приемником от фриска от фриски оставляете из базы для курс фаера тут есть своя отдельная это включаем это именно gps он в портах должен быть включен мы его до этого включили включаем блок с 7 у меня поддерживает этот приемник auto detect так здесь все она по умолчанию по идее все включено мы проверяем чтобы также у меня стояла это телеметрии выход если нет телеметрии мы не включаем и включаем air mode вот это все для самолетов ну вот так вы смотрите чтобы было также как у меня вот смотрим чтобы динамические фильтры были включены так здесь здесь у нас мощности в битых в tx это передатчика у меня сетка бускам второй канал мощность ставим четвертую при армии и включаем вот здесь есть 22 если мы выключим у нас мощность всегда будет 4 если мы включим включим это при каждом армии и дизарми то есть мы армием у нас повышается мощность дизармием понижается мощность не отключая батареи я выбираю всегда вот это то есть у меня один раз за но потом дизарми у меня всегда мощность очень большая пока я не отключу батареи почему я так делал у меня один раз было так что вам надо было в воздухе передизармить то есть пока в аккумулятор не отключили у вас всегда в очки видно что творится ну думаю смысл я смог донести дальше нажимаем save и reboot дальше переходим во вкладку fall save включаем возврат домой при потере сигнала если нам надо поставить свои данные то есть здесь по умолчанию нас 20 метров а здесь у нас включается активация fall save что он будет делать то есть на расстояние от базы до 20 метров ну можно поставить посадку можно поставить чтобы он падал как вам удобно но можно здесь оставить и мозги себе не делать save и reboot идем во вкладку пит тюнинг так педы я пока ставлю стоковые надо взлететь посмотреть для тестов вполне пойдут и стоковые рейты экспо рейты можно оставить так это оборотов обороты градусов в секунду коптера дрона вот это у нас наклон в режиме стабилизации то есть 30 градусов выше он не поднимение наклониться это по печи это порол все остальное нам пока не надо фильтры фильтры вот здесь это стоит частота 150 150 герц она подходит по вики айнава и по моему опыту для 5-дюймового коптера ее можно также настроить через силу силой то есть мы набираем дин и вот они у нас вышли то есть нам надо вот это это минимальная частота фильтров динамических убиваем сет что скопировали вставляем сюда и вбиваем даже я бы вбил 90 потом день ночь рейндж это надо для пиццы для 7 дюймовых коптеров медиум поставить копируем сайт вставляем медиум это также все написано в вики от подайнава все остальное можно оставить сейф фильтры мы на фильтр динамическим и настроили фильтры вот они 90 бил они вот они так все вот это оставим механиком здесь мы можем подкорректировать тройму айр мод то есть этот положение стика это от положение газа для дальнолетов лучше от положения газа он тогда при приземлении не будут подпрыгивать вот этим положением газа что это вообще такое это на низких мощностях на низком газе чтобы коптер продолжал себя стабилизировать и терм релакс оставляем так сетпоинт ну говорят гира и сетпоинт честно говоря разницы особо не заметил на дальнолетах на гоночных на бета-флайте заметно здесь не заметно антигравит это все оставляем дтерм это тоже пока нам не нужно это увеличивает параметр диф пидах на резких газах то есть на 1 и 30 он поднимется оставляем все пока так и нажимаем сейф переходим во вкладку 20 тюнинг так здесь оставляем эти тут так дальше максимальная скорость навигации обычно просто достаточно убить 1300 это будет скорость навигационных режимах сорок семь километров в час но потом мы нам надо найти экономичную скорость миллиампер на километр и уже подкорректировать ее максимальная скорость круиза можно также оставить 1300 этого пока хватает навигацион кримбрид этого тоже хватает максимум отход так вот это это можно поднять это при удержании высоты стиком когда мы вверх не сделаем с какой скоростью он будет подниматься то есть два метра в секунду немножко мало так вот это это угол коптера на вне навигационных режимах дальше вот это это у нас если выключена мы включаем alt hold удержание высоты он будет считать удержание высоты именно в той позиции позиции стика которая была когда мы включили если мы включим что очень удобно он использует среднюю среднее положение стика центре если мы примеру включаем alt hold у нас коптер подлетает вверх дергается то есть не остается на месте вот с этим параметром играться 1500 для меня много это 1350 то есть это надо просто потом зависнуть на месте и смотреть чтоб коптер ни вверх ни вниз не летал и и посмотреть на какой у нас газ был и сюда этот газ убить тогда будет очень точно дальше эти параметры отвечают за возврат домой и также на них базируется fall safe так а лист от от листа обычно хватает для для всего но есть еще и другие обычно здесь по умолчанию стоит 10 метров я вбил 80 метров это высоко мне этого мне это нужно дальше что вот это от лист linear линейная линейный спуск то есть если мы находимся на высоте 2-3 километра если у нас будет стоять просто от лист он на этой высоте 2 километра пролетит и у нас на голову и будут все эти два километра спускаться если мы сделаем линейная он с двух километров будет спускаться до высоты 80 метров у нас над головой и потом эти 80 метров будет спускаться current его это на какой высоте он был на такой он и прилетит экстра экстра это если у нас коптер случился мы включаем возврат домой 20 нам был на высоте 30 метров внутри сети прибавить 80 и будет высыл возвращаться на 110 метров максимально максимально он просто берет записи полетного контроллера максимальную высоту то есть если мы где-то летели на высоте 500 метров он будет лететь на этой высоте возвращаясь домой ну или обычно вот этого для тестов для всего обычно вот этого хватает дальше это спуск коптера скорость спуска коптера то есть она по умолчанию стоит 2 метра в секунду мне это мало с 80 метров спускаться я ставлю 4 метра все остальное здесь хватает все по умолчанию всего достаточно так приступаю настройки аппаратуры ходим так нажимаем сюда удерживаем кнопку вот эту кредит модель нажимаем выход потому что мы с вами будем модель создавать нажимаем еще раз окей идем на следующую страницу модельный но что время не тянуть я назову ее а потом перепишу так дальше нажимаем окей идем модель установки листом ниже 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 у меня crossfire модуль external RF internal это внутренний модуль самой аппаратуре это наружный выбираем crossfire ok здесь больше нам ничего не надо flight мод не надо идем на вкладку inputs вот эти первые четыре канала есть у нас аппаратура вот смотрите настроена как аэтер видите вот здесь то есть это а это это у нас аэлероны throttle и rudder то есть этого расположения вот этих выключателей а это это обычный стандарт и вот как я говорил вот он а это то есть четыре канала они уже присвоены уже автоматом потом что нам надо назначать вот эти пятый к пятый вход мы идем сюда source нажимаем чтоб моргала и просто перед передергаем кнопку он автоматом назначается выходим идем на шестой вход автоматом назначился идем на седьмой вход идем на восьмой вход автоматом назначился идем на 9 вход source автоматом назначился и у меня осталась крутилка потому что 12 каналов у меня есть я крутилку сюда назначу на это у меня не хватило каналов но этого хватает все теперь идем дальше input и миксы просто нажимаем вот так все он автоматом привяжет то есть мы входим и выходим видите он все эти импуты 5 что 7 он привязывает сюда автоматом входим и выходим ходим и выходим ходим и выходим и выходим двенадцатый канал у меня будет на clean quality на уровне сигнала на озд показывать уровень сигнала приемника и можно также здесь имена дать чтоб самими не путаться то есть удерживаем edit и вот здесь назвать его ну в принципе и так понятно аппаратуру мы настроили так теперь нам нужно настроить фалл сейф удерживаем то есть если у вас open tx последний прошит то это будет также как у меня удерживаем кнопку долгим нажатием идем во вкладку tools crossfire config идем в микро tx в передающий модуль включаем коптер и нажимаем бинт вводим ok и выходим все он забиндился это можно динамическую мощность включить он сам будет мощность менять нано rx нано rx это приемник здесь фалл сейф выставляем как кут это у нас приемник да сигнал на полетник чтоб вернул возвращаться домой рс мав линк это телеметрия так что идем дальше идем на 12 канал вот здесь надо выставить link quality link quality это качество сигнала это не мощный сигнал как версия классическое качество сигнала с сапы все закончили теперь идем в наш конфигуратор так дальше переходим в настройку аппаратуры во вкладку ресивер смотрим чтобы у нас здесь было а я так как помните я показывал в конфигурации аппы вот здесь включаем у нас 12 канал стоит на и сессии вот он смотрим все каналы чтобы работали запоминаем где какие вот это газ это я это ролл это пить все у нас отлично работает это крутилка 11 все пока так и оставляем дальше переходим во вкладку мод это у нас вкладка аппаратура в стике и режимов так что у нас здесь надо нажимаем вот сюда щелкаем и включаем арм дальше вот на этот выключатель я всегда ставлю режимы это 6 канал у нас то есть то есть у меня по умолчанию он вот так стоит это режим стабилизации режим удержания высоты alt hold я так настраиваю кому может удобнее будет по другому то средний а вот так у меня они все отключаются это режим макро я вакро основу летаю далеко режим макро теперь на этом выключателе у меня всегда идет я обычно на всех все одинаково устраиваю у меня на этом выключателе удержание точки nav post hold это 7 канал вот и возврат домой nav rtl то есть он у меня здесь я вот эти режимы я всегда вот так настраиваю и вот это вот сюда оттягиваем и возврат домой дальше home reset home reset очень удобная штука это у нас по-моему 10 канал будет вот этот не фиксированный вот с этой стороны не фиксированный home reset очень удобная штука почему потому что когда мы видим что мы не можем долететь на батареи до дома дотянуть я что делаю скажем осталось метров пятьсот километров я вижу что я не долетаю я сбрасываю home reset то есть он обновляет позицию дома базы и включая возврат домой и он просто коптер приземляется в новой точке я запоминаю координаты и еду туда забирать коптер у меня на этой всегда usd находится это у нас будет стандартный экран это экран с пидами это пустой экран когда летаешь в акро рядом чтобы ничего не мешало на пустом экране пищалка я поставлю на вот сюда не знаю почему я как начал я сюда ставить так она у меня идет но единственно когда я пользуюсь подвес она может пищалку я пока поставлю вот сюда а почему сюда я вам сейчас покажу вот на этом выключателе это у нас usd save но это не все тут можно еще adjustment я говорил увеличение мощности можно сделать и по выключателю увеличивать мощность передатчика я его назначу на этот свитч можно передатчик увеличивать именно сапы мощность то есть мы делаем здесь канал 9 9 здесь выбираем vtx power здесь слот 11 слот 2 и так же 9 канал и сохраняем но это еще не все заходим в конфигурацию и вот здесь должно быть дезактивировано при армии теперь когда мы будем переключаться у нас мощность вот так будет повышаться передатчика а вот так будет понижаться ну с модами вроде все с аппаратурой потом когда буду пиды настраивать покажу как вот вот в этой вкладке настроить именно настройку пидов сапы именно в полете дальше у нас gps ну gps мы видим здесь пока спутников нету в доме нахожусь это mission control если честно один раз попробовал так и не понял нафига она нужна если руками летать возможно на этом дальнолете 50 минут мне она и понадобится но на полчаса могу руками полетать так usd usd у нас default lowout это у нас что по умолчанию то есть помните мы на свитчи назначили тут их два экрана lowout это когда у нас switch не выключим полностью это будет посередине это крайне то есть потом посмотрите каждый usd настраивает под себя я его настраиваю вот так показания вот эти вы можете перетаскивать как вам удобно хоть в центр хоть в боку хоть куда то есть я вывожу rcci вот сюда батарея вольтаж у меня всегда вот здесь я никогда не вывожу по баночному ну во первых мне эта информация не нужна во вторых я знаю что на 13 вольтах я примерно уже достиг половины дороги а или смотрю на ниже 10 вольт я не могу сажать батарею в принципе я летаю всегда на 4s можно вывести также по баночной вот он будет сам делить то есть он не знает сколько в банке он просто вот эту сумму делит на 4 так что кому как удобнее так вот это fly mode это как мы летим в акро в стабилизации оно у меня всегда вот здесь system message это он предупреждение выносит сюда вот это новое это обороты двигателя оно у меня тоже сейчас включено газ я вывожу тротуопозиционный или автоматический газ то есть в автоматических режимах он мне будет выдавать авто здесь будет надпись так он будет показывать ручной газ когда мы летим в акро очень удобная функция особенно когда летаешь далеко мы знаем на каком я смотрю на каком газе у меня коптер высота у него не меняется и и угол attitude это высота у нас varian numeric это у нас высота ускорения то есть поднимается он в метр в секунду или опускается он показывает можно вот так поставить стрелками но мне он не нравится я цифрами привык таймер таймер это можно fly time сколько ты летишь сколько когда выключился или оба сразу он у меня всегда вот здесь крест очень удобен на дальнолетах artificial горизонт мне нужен вот это я не пользуюсь она мне не нужна потом pitch angle он мне нужен roll он мне тоже нужен core and draw это потребление миллиампер draw это он сколько кушает efficiency так gps это скорость тридис это ну понятно это он будет скорость считать и падение и прямо сателлиты у меня всегда вот здесь эти у меня всегда вот здесь direction home это у меня стрелка домой она всегда здесь это ошибка спутников это для с датчиками дальше vtx это у меня вот здесь так расстояние до дома где у меня дистанция это вот здесь и общий путь это вот здесь теперь я объясню почему именно так записываем каждому удобно по-своему но я делаю так почему так потому что я все как-то распределил здесь у меня напряжение и ток это у меня показывает на расход километры на километр пройденный сколько он кушает это общий расход сколько он кушал с батареей это расстояние до дома это общая дистанция это vtx приемник видео на каком канале и мощность это сколько полетное время это обороты двигателя если телеметрия есть это ускорение с какой скорости мы поднимаемся или опускаемся тоже очень удобная штука это это по высотам над уровнем точки взлета это ошибка gps это у меня качество сигнала это координаты почему координаты здесь я просто когда бывает в youtube скидываю видео обрезаю верхнюю часть не теряется картинка и не надо ничего закрашивать замыливать просто не видно вот этих координатов здесь у меня 14 спутников это у меня стиль полета акро режимы полета это газ у нас уровень автоматический или такой ручной это скорость а это углы pitch и roll это очень удобно когда ведешь особенно видеосъемку то есть ты знаешь что у тебя камера в горизонте маунт под камеру 20 градусов мы здесь держим 20 градусов и мы знаем что у нас камера смотрит прямо потому что камера в которую мы смотрим а у него обзор намного больше в градусах у этой камеры немножко меньше так что если мы хотим снимать именно чтобы горизонт был посередине мы ставим 20 градусов и летим если у нас маунт 30 градусов мы ставим здесь 30 это мне помогает это именно наклон горизонта мне помогает держать горизонт прямо RCCI 80 почему 80 потому что link quality он показывает ниже 80 он уже начинает сыпаться пакеты flight time минут 10 минут он обычно стоит потому что он уже начинает моргать подключаться под каждый коптер подстраиваться индивидуально антитуды метри высота зачем мне это нужно например это обычно делается перед полетом если я приезжаю снимать залетать на какую-то гору она у меня 1500 метров высотой я взлетаю скажем с 500 метров и я просто ставлю 1000 метров то есть чтобы выше пика горы не пролететь чтобы не зря батарею не тратить он мне покажет что я поднялся на уж на уж на высоту начинает моргать негативная высота мне тоже очень нужна негативная высота это у нас от места взлета он показывает если мы ниже себя опускаемся он показывает это очень часто бывает полезно когда взлетишь с какой-нибудь горы взлетаешь с какого-нибудь пригорка в сторону какой-нибудь горы а между вами обрыв ты летишь на обратном пути с горы и бывает следишь за какой-нибудь тропинкой я просто попадался в такой косяк следишь за какой-нибудь тропинкой следуешь и залетаешь за какой-нибудь дерево и ты по факту уже ниже себя намного не знаю минус 50 метров ты спустился ниже а там деревья всякая ерунда камни и просто сигнал видео теряется и один раз у меня есть видео я один раз так коптер чуть не потерял в этот день дальше дистанция ну понятно дистанция вот эта кстати она мне нафиг не нужна ее можно хоть 90 километров поставить дистанция ну обычно я тоже ставлю на полпути если я знаю что у коптера автономия 25 километров скажем я ставлю километров 12 и он начинает моргать что пора возвращаться так geforce это мне перегрузки это мне не нужны это ток максимальный но так как у меня регулятор с ограничением тока мне это не нужно он сам будет думать это температура им это температура именно полетного камня полетного контроллера некоторые говорят жители сибири что полетники подписают на низкой температуре также и для бара есть они есть максимальные минимальные но с usd вроде бы все так ну на втором usd на втором usd у меня обычно вот так то есть то же самое ему это при настройках я смотрю какая температура у меня этого самого когда я начинаю фильтры и того все крутить и роллы я выпить у меня здесь основной экран вот этот у меня то есть всего два экрана а третий экран у меня обычно пустой когда летаешь рядом чтобы ничто не мешало в глазах я летаю вот так ну в общем все дальше что у нас тут black box вот это все нафиг не нужно пока нам лет стрип я не установил если кому интересно я покажу как их запускать но очень легко но они мне не нужны потому что светодиоды нужны яркие ночью они летают днем их не видно так black box black box это запись черного ящика у нас в этом полетнике ящик встроен уже память встроена вот эта кнопка стирать полностью это сохранять файл то есть мы нажимаем сохраняем здесь я обычно выставляю одну вторую потому что один к одному мне такая частота не нужна хватает одно и второе меньше и кушает ресурсов меньше и жрет памяти так дальше переходим ли я хотел бы показать пару команд в ли я ввожу одну команду которая это ли это именно консоль что она означает она по умолчанию по моему 90 градусов стоит это то есть коптер мы можем армить только когда он лежит ровно если сделать вот эту команду у нас коптер будет армиться всегда то есть даже если в полете мы нечаянно передернули тумблер задезармили мы можем также его передернуть и заармить коптер нажимаем сюда и нажимаем save он сохранится и перезагрузится так дальше нам надо включить датчик тока от телеметрии вбиваем команду jetmeter вот он он сейчас включил у нас от внутреннего датчика которого у нас нет на борту копируем вот это вбиваем set с вставляем и вбиваем esk esk это у нас с регуляторов будет брать и вбиваем save и сохраняем он перезапускается так теперь когда мы все настроили нам надо сохранить дамп можно бить div просто разницу между стандартными настройками и вашими настройками найдет и выведет можно вбить дамп и вот он все что мы меняем изменили все настройки гироскопа калибровка все подряд он все у нас сюда выведет выделяем вот тут написано у нас версия прошивки все чтобы мы не запутались в следующий раз открываем блокнот вводим и сохраняем удобно в нам место следующий раз когда нам надо будет настроить подобный коптер чтобы все по новой это не делать мы просто сюда вставляем с блокнота все копируем вставляем вот сюда и вводим ok и он все настройки загружает во внутрь полетника далее вводим save и нажимаем вот и у нас все настройки в полетнике сохранились ну парни я думал видео выйдет немножко покороче вышло сильно длинное тесты я уже сделал результаты меня порадовали скорее всего я видео скину завтра с тестами покажу как я калибрую магнитометр и сразу скину тесты потому что видео вышло очень долго тесты минут пять визит видео я не вижу смысла менять спасибо вам за просмотр если видео вам было полезно ставьте лайки звоните в бубенчики удачи удачи вам не знаю что вы не знаю не знаю